Фосфор-32 радиоактивен и подвергается бета-распаду. В предыдущих видео мы говорили, что такое бета-распад. В результате него образуется бета-частица, а фосфор превращается в серу. Возьмем 4 миллиграмма фосфора-32, подождем 14,3 дня и посмотрим, сколько фосфора у нас останется. Вы обнаружите, что осталось всего 2 миллиграмма фосфора-32, а остальное превратится в серу. В этом и заключается идея периода полураспада. Согласно определению, период полураспада — это время, необходимое для распада половины радиоактивных ядер. У нас было 4 миллиграмма фосфора, половину из этого мы потеряли, и осталось 2 миллиграмма. При этом прошло 14,3 дня. Значит, период полураспада фосфора-32 составляет 14,3 дня. Период полураспада обозначается буквой Т с индексом 1,2. Продолжительность периода полураспада зависит от вещества. Если взять, например, уран-238, то у него период полураспада будет совсем другим, приблизительно 4,47 на 10 в девятой степени лет. Как вы понимаете, это гораздо больше, чем у фосфора-32. В этом видео мы рассмотрим несколько примеров, связанных с периодом полураспада фосфора-32. И для каждого примера будем брать его по 4 миллиграмма. Давайте изобразим график ядерного распада фосфора-32. Возьмем координатную плоскость. По оси Y у нас будет отмечаться количество фосфора-32 в миллиграммах. По оси X мы будем отмечать время, поскольку период полураспада у нас равен нескольким дням, время мы будем отмечать в днях. И начнем мы, как я уже сказал, с 4 миллиграммов. Сделаем отметки на оси Y. 1 миллиграмм, 2, 3 и 4. Итак, в нулевой момент времени у нас есть 4 миллиграмма фосфора-32. Подпишем отметки 1, 2, 3, 4. Мы подождали 14,3 дня, и у нас осталось всего половина от изначального количества фосфора. Половина от 4 миллиграммов — это 2 миллиграмма. У нас получилась еще одна точка графика — 14,3 дня и 2 миллиграмма. Теперь давайте подождем еще 14,3 дня, то есть еще один период полураспада. С начала эксперимента прошло 28,6 дня. По прошествию еще одного периода полураспада количество вещества снова уменьшилось вдвое. Половина от 2 — это единица. Мы получили еще одну точку — 28,6 дня и 1 миллиграмм фосфора-32. Давайте подождем еще один период полураспада. 28,6 плюс 14,3 — это 42,9. Количество фосфора снова уменьшилось вдвое. Чему равна половина от единицы? Пятидесятым. И это будет наша следующая точка. Мы можем продолжить, но внешний вид графика уже вполне понятен. Мы видим, что распад протекает экспоненциально. В следующем видео мы поподробнее поговорим об экспоненциальном законе радиоактивного распада. А пока достаточно понять, что с увеличением числа периодов полураспада количество оставшегося вещества уменьшается. Давайте теперь решим простейшую задачу. Нам дано 4 миллиграмма фосфора-32. Сколько фосфора-32 останется через 57,2 дня? Представьте, что мы подождали 57,2 дня. Период полураспада фосфора-32 — это 14,3 дня. Сколько это периодов полураспада? Разделим 57,2 на 14,3 и получим 4. То есть пройдет 4 периода полураспада. Изначально у нас было 4 миллиграмма фосфора. Проще всего решить эту задачу — это посмотреть, что происходит после каждого периода полураспада. Если взять 4 миллиграмма и подождать один период полураспада, останется 2 миллиграмма. Еще через один период полураспада останется 1 миллиграмм. Еще через один период полураспада останется полмиллиграмма. И, наконец, еще через один период полураспада останется четверть миллиграмма. Это и есть наш ответ. Нас спрашивали, что произойдет после четырех периодов полураспада. Мы подождали один, второй, третий и, наконец, четвёртый. Это один из способов решения данной задачи. Но есть и другой способ. Возьмём изначальные 4 миллиграмма. Умножим их на одну вторую, получим два. Снова умножим на одну вторую. И ещё один раз. И ещё раз. Такое произведение показывает, что случится через 4 периода полураспада. Это всё равно, что 4 умножить на одну вторую в четвёртой степени. Это то же самое, что 4 умножить на одну шестнадцатую. 4 шестнадцатых — это одна четвёртая, то есть 0,25 миллиграмма. Таким образом, найти ответ можно несколькими разными способами. Результат в любом случае будет одинаковый. Если нарисовать точный график, можно получить ответ графически. Через 4 периода полураспада мы окажемся вот в этой точке. Осталось найти соответствующее значение на оси Y. Мы окажемся где-то вот здесь. И сразу видно, что эта точка тоже соответствует примерно 0,25. В следующем видео мы поподробнее поговорим о графиках. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Поддержите наш проект подпиской и посмотрите остальные видео из этой темы.